всем привет моим друзьям подписчикам ну и конечно же гостям канала в этом видео сходим на улицу наберем в бочке дафни и чертиков хочу сразу сказать чертиков стало намного больше мелкую дафню и начинают вырубать поэтому я стараюсь кормить рыбок больше чертиками чтоб как-то дафния популяция сохранялась ну и увидите какое количество там чертей очень большое я последние дни всех рыбок кормлю только чертиками сожалению не из показала в первые дни в первые дни там вообще я не знаю там все черно было развивать раз проводится ужасно быстро корм очень неподходящих идеальный чё еще хочу показать вставку наверно потом вставлю я смотрите что увидел опять одному удалось выжить уже такой большенький коридорус еще один выжил получается с с такого количества а вон еще один ну классно что они сами размножаются это ништяк вообще он сидит засранец мелкие такие блин вон тоже другой на первую которую показал козявка вот он сейчас уменьшу может какая-то рыбка проплывет чтобы сравнили но эти нему дни он в два раза больше чем это коридорус странно что его до этого не замечал так получается уже замечаешь обычно ну вот примерно в таком возрасте а до этого их не видно где они прячутся кто и знает сейчас кормить будем я постараюсь вам показать более поближе и надеюсь вот они вот все трое сейчас вот трое одного только не хватает четвертого вот они все трое бегают здесь сейчас я постараюсь вам показать то может потом не получится что они разбегутся сейчас вот они все трое на одном месте ну все я не успел они вам под листик смылися блин сейчас кормить будем может быть мне получится всех троих сразу показать хотя мне такое ощущение что их четверо потому что мне кажется я видел их четверых маленьких ладно давайте пойдем на улицу наберем чертей и сгормим вон сверху плавают засранцы видите их вон там вон вот они сверху плавают втроем смотрите ведут себя не как самые не знаю черт вот они куда 3 делся вон сзади плывет вот так короче для многих ужасно знакомое место сейчас мы аккуратненько тихо подкрадемся то эти засранцы когда чуть-чуть шевелиться начинает что-то они убегают сейчас я попробую их показать не вылавливая пока ну видите что там происходит это все в чертях я до этого воду специально крутанул что-нибудь они стояли не вдоль стенок посредине чтобы не легче хватать было мы сейчас сделаем сейчас мы не зачеркнем сейчас камеру чуть дальше отодвину чтобы вам более наглядно было видно вот так вот вот смотрите какое количество их там покажу что толком расправляйся это вот я гроза зачеркнул сейчас еще чуть-чуть вот так раз там толпа было ну и пойдем кормить рыбок чуть приблизил чтобы видно было кого колеса то попадет сейчас выключу схема что-то не раздуло и сразу увидеть могли количества и все отдаем рыбкам вот видеть какое количество свободно на 1 рыбкам поесть короче это еще в основном все мелочь потому что я до этого крупным сачком вылавливал это в основном взять сейчас осталось все мелочь надеюсь на камеру видно поближе ну вот смотрите сколько их там плавает надеюсь на это этого на камеру было видно они также видите на дно оседает а вот на дне прыгают и получается что сомиком тоже достается еда ну и конечно какое-то колесо там наверху повисло но их тоже там соберут сейчас потихо потихо посижу чтобы они все по вылазили посмотрим маленькие своими к сразу по выскакивали а большие они более пугливые черт с правой стороны видите меня короче пришлось взять три крапчатых коридоруса вот вы видите с правой стороны три крапчатых теперь тоже еще здесь живу с ними не знаю посмотрим что будет может перемешаются как-то что-нибудь интересное выведется да кстати когда до этого камеру выключил показывал вам троих сомиков которые вместе плавали или с другой стороны в самый раз после того как конечно камеру выключил плыл 4 короче их по-любому 4 4 штук есть если покажется что даже 5 ну еще лучше будет ну по крайней мере 4 точно есть если кто-то спросит как ты их развел или еще чего-то я не разводил они сами здесь об аквариуме размножаются конечно большая часть из них погибает даже вот в таком большом размере на прошлой неделе они были за ними все равно здоровые не он и другие руки пытались на них охотятся на самом деле за ними плавали и пытались их как-то схватить вот самом живая живой корм l201 вам там сейчас в углу слева появлялся они не выплывают они в большинстве случаев только вечером выплывают но я тоже пытаюсь вечером иногда раз когда темно совсем корма дать в надежде что l201 тоже покушает живой корм пускай сейчас покушают потом я покажу наличие улиток особенно в скиморе это ужас но от рыбки покушали я не хотел до этого мешать вот смотрите чё тут происходит это все улитки блин в скиморе везде он посмотрите конечно также на стеклах вот они достали не эти улитки уже не значит не делать короче ужас ну вот вот так вот происходит все мы уже перенестились подвал и кстати сейчас делаю я кстати снимаю перерабатываю этот ролик который вы будете сейчас сейчас смотрите идет обработка я просто сейчас записываю оконцовку этого ролика некоторые думают что просто раз камеры подумал пробежался 15-20 минут или ролик готов нет это не так этот ролик я начал снимать получается самое первое видео было три недели назад и снималась это видео в течение почти что трех недель почти в течение трех недель снимался это видео сейчас вот оконцовку ролика записываю чтобы подвести итоги что хочу сказать друзья ребята живой корм разводить очень легко на самом деле очень легко если это например дафни развожу надо спирулину еще чего-нибудь а если вы просто чертика хотите развести то поставьте просто тазик у вас где-то в огороде или не знаю где и комары свое дело сами сделают у меня есть видео на канале где я на самом деле просто тазик поставил замочил туда корягу для как для аквариума и спустя две-три недели там уже развелись чертики и было полно корма и я их ничем не кормил они сами расплодились от сами чем-то кормились а не знаю чем и просто для этого не надо никаких больших таких затрат или еще чего-то в емкость воду ну конечно лучше не какую-то металлическую где-то ржавчина или еще чего-нибудь лучше конечно чистую хорошую емкость чтобы потом это зараза конечно не попала вам как варю насчет коридорусов я просто рад что так получается что получается так что периодично какая-то часть коридорусов остается живой потому что все равно старенькие потихоньку уходят ну и молодежь как бы приходит как я уже этого говорил я специально не развожу это чисто остатки скажем так то что рыбы не съели не успели это самые такие самые самые счастливые сомики которые выжили успели как бы подрасти до такого размера что их уже никто не съест не вот теперь вот так вот живут в аквариуме ладно опять же заболтался надеюсь вам было интересно посмотреть на рыбок посмотреть на корм на этом сегодня все всем большое спасибо за просмотр давайте пока